Плакаты с надписями «Спасите нас! Наш дом-океан! Их дом в море!» А также с призывами к властям России взять на усиленный контроль ситуацию в Бухте Средняя. Всего на пикет в поддержку косаток и белух из китовой тюрьмы пришло более 10 человек. Акция проходила во Владивостоке в субботу на набережной Цесаревича. За ходом наблюдали сотрудники полиции. Было отловлено очень большое количество грудных буквально детей, белушат и косаток, которых нужно реадаптировать. Ну и, в общем-то, когда уже будет тепло, а это, наверное, конец весны, начало лета, всех детей нужно выпустить именно там, где они были отловлены. И тогда они будут живы и счастливы. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров. Отловщики говорят, что животные сбежали. Экологи уверены, что они погибли. Ученые указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний. Собравшиеся требовали реабилитировать и выпустить косаток и белух из китовой тюрьмы обратно в океан, а также запретить в России отлов морских млекопитающих для океанариумов. Это зоотюрьма, и я призываю общество осознать, что посещая эти зоотюрьмы, они оплачивают мучения этих детей. То есть своими билетами они оплачивают, создают спрос. Это аморально. От этого нужно уходить. Мы единственная страна, к сожалению, сейчас в мире, которая занимается этим. То есть все остальные развитые страны уже давно от этого отказались, потому что это преступление против природы. В тюрьме обычно сидят преступники, а косатки там сидеть не должны. Я бы хотела, чтобы наша страна тоже присоединилась ко всему миру, и мы прекратили уже это варварство. Сейчас судьбу животных решает консилиум ученых академических институтов, созданный для исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. Ученые полагают, что часть животных может отправиться в океанариумы. Общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают это намерение незаконным и требуют после короткой реабилитации вернуть животных в океан. Власти региона, в свою очередь, информируют, что в 10-дневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Также специалисты определят место будущего обитания животных, после чего начнется подготовка к их транспортировке. А 8 канал продолжит следить за тем, как будет складываться дальнейшая судьба животных из китовой тюрьмы. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на 8.